Тема 731, женские сумки и рюкзаки Один рукодольник недавно пожаловался мне, что на Ливи Мастер Пунтеру у него ничего не покупают, в отличие от ЕЦИ, где у него худо-бедно, да покупают. В вопросах продаж рукодольнику приходится сталкиваться с дилемой, делать то, что нравится, или то, что будут покупать. Не всегда это одни и те же поделки. Сегодня расскажу вам о рукодолеи, которые обязательно будут брать на Ливи Мастер Пунтеру. Это стильные женские сумки и рюкзаки. Их шьет рукодольница Наталья Калиновская из Санкт-Петербурга и продает непосредственно на Ливи Мастер Пунтеру, ЕЕ Магазин, Ливи Мастер Пунтеру Барра на Таспбе Чейра Парентесис Пунта. Насколько я знаю, женские сумки и рюкзаки вошли в нашу жизнь недавно. Сначала они вошли в виде школьных и спортивных рюкзаков, затем постепенно переместились на женские спины. И это вполне логично. Как я уже писала в статье «Белая балаклава», люди стали больше ценить функциональность одежды, нежели ЕЕ внешний вид. Сумка-рюкзак удобна тем, что она освобождает руки. А на картинке выше она не просто удобна, она еще и элегантна, выглядит именно как женская сумочка, а не как спортивный БО. Вы можете сказать, что сумками-рюкзаками заполнены полки всех спортивных магазинов. Да, заполнены. Но это далеко не женские сумочки. Я встречала сумки-рюкзаки и на полках интернет-магазинов, например, в Пунтуру. Но элегантные экземпляры из Натуральной кожи слишком дороги. А более-менее дешевые модели выглядят уж слишком просто. Вот поэтому и ищут модницы элегантные сумочки-рюкзаки из натуральной кожи на сайте рукодальников. Как поделилась одна из покупательниц Натальи Калиновской, она перелопотила всю ярмарку мастеров, чтобы найти подходящий рюкзак. И нашла именно у нее. У Натальи сумки не просто красивые, они и очень функциональные. Практически в каждый ей рюкзак помещаются документы размером А4, есть множество карманов или отделений. Рукодальница подробно описывает достоинства каждой своей сумки и дает подробные фотографии. Не всякий интернет-магазин дает столько информации о продаваемом товаре. Потому у мастерицы их очень хорошо покупают. Судя по отзывам, их на сегодня 817, и отзыв может оставить только состоявшийся покупатель, и тому факту, что отзывы оставляет далеко не каждый покупатель, продаж у нее не менее тысячи. Бизнес на сумках С точки зрения рукодальника-бизнесмена, сумка – это востребованный, модный аксессуар. Он нужен всем, от школьников до мужчин, а некоторым он нужен во множественном количестве – сумка для лета, для зимы, для документов, для спорта и товарищ поселок. Поэтому спрос на них всегда будет. Кроме этого, читая откровения одного предпринимателя, который, задумываясь, какой интернет-магазин ему открыть, что в нем продавать, выбрал сумки потому, что наценка на них составляет 200 и даже 300%. То есть шить сумки – это еще и очень выгодно. У них низкая, относительно, себестоимость и высокий спрос. Поэтому если вы хотите заняться прибыльным рукодальником, научитесь шить сумки. Подарок от ярмарки мастеров Кроме того, ярмарка мастеров недавно преподнесла рукодальникам очень хороший подарок – возможность продавать товар на Леви Мастер Пунта Рус моментальной оплатой товара через Пайпал. Теперь готовые работы можно Продавать как в обычном интернет-магазине, а не как через доску объявлений. Кроме того, покупатель теперь может складывать выбранные товары от разных рукодальников в одну корзину, и оплачивать их все сразу, а не договариваться с каждым продавцом отдельно, это еще более повышает шанс для каждого товара быть купленным. Правда, открывают эту возможность пока не всем. Если вы боитесь, что шить сумки слишком сложно, попробуйте делать кожаные ремни и браслеты. На Леви Мастер Пунта Ру тоже есть рукодальница, которая неплохо их продает, Евгения Савельева из Иванова, адрес ЕЕ Магазинчика, Леви Мастер Пунта Ру Бар Раяня Чайра Парентесис Пунта. Она делает ремни и браслеты и их хорошо покупают. Конечно, и ремни нужно уменьшить. Но их конструкция все равно проще. А учиться всегда чему-то надо, даже зарабатыванию денег. Вышеуказанные мастерицы тоже начинали когда-то с нуля. Если бы они этого не сделали несколько лет назад, сегодня так же, как вы, искали бы, на чем можно заработать деньги. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok